Нам пришлось переехать в новую квартиру за три месяца до окончания контракта. Почему? Расскажем сегодня в видео. Ты на канале Turkey Space, меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали! Первую квартиру мы арендовали на 6 месяцев и заключали контракт на столько же с полной оплатой всех месяцев. Но тогда у нас опыта совсем не было и мы не знали многих нюансов. Это сейчас мы уже прошаренные. При заключении контракта владелец сказал, что вся коммуналка будет на нем. Ну, мы такие, типа, какая разница, на нем так на нем. В первый день нашего въезда исчез газ. Оказалось, что сотрудники службы поставили заглушку на счетчик, о чем мы сообщили владельцу, который заверил нас, что это ошибка и попросил просто снять эту заглушку. Газ появился. А через полтора месяца пришла квитанция с долгом по этому самому газу. Мы решили попробовать переоформить абонемент на себя через систему Едивлет. Это такие госуслуги. И там выяснилось, что газ используется незаконно. Тогда Вова поехал в офис разбираться с газом, и там ему сказали, что владелец квартиры отключил свой абонемент, в связи с чем газ в тот момент ни на ком не числится. И, соответственно, потребление его является незаконным. Вова оформил газ на себя и оплатил скопившийся долг. Ну, собственно, долг-то был наш, поэтому никаких проблем. Но сам факт, что владелец ни слова не поуслованным об этом. В этот же день Вова поехал в офисы воды и света, где узнал, что оформить абонементы этих услуг на себя не может, так как дом не принят муниципалитетом на баланс города. И это не значит, что там чего-то не хватает или выглядит дом как-то не так. Просто услуги воды и света подведены сразу ко всему дому и не насчитываются по отдельности на каждую квартиру, а сразу в целом на все пять квартир, которые там есть. А владелец квартиры уже в специальном приложении смотрит, кто сколько потратил и пишет каждой квартире, сколько нужно заплатить. И казалось бы, что тут страшного? Но дело оказалось в том, что владелец квартиры совсем не следил за коммуналкой. И то не присылал показания, а то и вовсе не платил за услуги. Нам приходилось постоянно из-за дня в день напоминать ему об этом, а потом напоминать, чтобы он еще и оплатил. Но проверить, заплатил он или нет, мы могли только в тот момент, когда прислали очередную квитанцию. А в Турции, если оплата не поступила в течение 15 дней после выставленных счетов, приходят сотрудники и отключают услуги. И таким образом, за эти три месяца нам отключали и воду, электричество и газ. А если отключают электричество, то ты лишаешься и интернета, и горячей воды. Потому что комби, аппарат, который с помощью газа греет воду, работает от электричества. Когда отключили воду, мы услышали, как пришел дядька и начал перекрывать вентиль. Я выбежал и стал уговаривать не ставить заглушку, обязуясь заставить владельца заплатить. Ужик не поверил. Заглушку не поставил. Через некоторое время воду включили. Пришлось писать владельцу и упрашивать его, чтобы тот заплатил. Деньги за коммуналку мы регулярно перечисляли, а оплачивать не могли, так как все квитанции числятся на нем, ну и сколько платить, собственно говоря, видит он. Затем, через несколько дней, пришли и опломбировали счетчики, и отрезали электричество во всем доме. А вместе с электричеством и интернет, и горячую воду. Мы опять стали написывать владельцу, и нас это совсем уже разозлило. После случая с водой, Вова уже полагал о возможной проблеме и со светом, и заранее написал об этом владельцу. Тот уверял, что все окей, все оплачено, а оказалось, что соврал. В итоге электричество отключили. Конечно же, после этого оплата была произведена, и свет у нас был в тот же день, но стало ясно, что эта нервотрепка будет на постоянной основе. О чем мы написали владельцу в СМС. А он стал извиняться, признаваться в любви. Но нам-то не легче от этого. Тогда он сам предложил нам съехать раньше времени, а деньги обещался вернуть за непрожитые месяцы. Но не хотел возвращать депозит, объясняя нехваткой у него бюджета. Тут еще у нас интересная история произошла, что когда мы заключали контракт аренды, этот владелец еще не был владельцем, а был риэлтором. А через месяц он выкупил квартиру и стал и владельцем, и риэлтором в одном лице. И мы ему предложили, раз у него не хватает бюджета на возврат депозита, пускай нам найдет квартиру стоимостью суммы депозита в месяц. Таким образом, заберет себе комиссионные в виде этого депозита. Он согласился. Но мы и параллельно сами занялись поисками. А это была середина июня и начало высокого сезона, когда едут туристы, и в таких условиях найти квартиру по приемлемой цене – нелегкая задача. В итоге владелец нам кидал варианты, но они нас не устраивали, либо ценой, либо районом. Нам ведь надо соблюсти районы для продления ВНЖ, есть определенные районы, где не дают ВНЖ, их достаточно много. В итоге мы съехали с квартиры без его помощи. А деньги нам он возвращает по сей день частями. Частями? Ну, возвращает. Мы еще проконсультировались здесь по нашему вопросу, и нам сказали, что по закону он не может их не вернуть. Если будет отказываться, то знакомый наш, который в теме, пойдет в полицию писать заявление, и это считается у них серьезным нарушением закона, что может его лишить лицензии риэлтора, о чем мы и предупредили того самого владельца. А турки очень боятся проблем с законом. Они хоть и хитрые, но законопослушные. Вот такая вот история. А чтобы узнать, как мы нашли квартиру в условиях туристического сезона, смотри в одном из наших следующих видео. Подписывайся на наш канал, не забывай об этом. Задавай вопросы свои в комментариях, ставь лайки, если видео было интересно. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok